Водительский стаж Гродненца Эдуарда Юадайтиса порядка 15 лет. На автомобиле, а также на мотоцикле он исколесил немало стран, много путешествовал. Так что по достоинству оценить, по хорошей дороге или не очень он едет, Эдуард может почти профессионально. И хотя не всеми дорогами в городе он доволен, не отрицает. Очевидно, что ситуация улучшается с каждым днём. В целом, как бы, проблемы есть. Проблемы есть, как бы, многие жалуются, но видно, что решается. Особенно в этом году очень много дорог обновилось, поэтому в целом терпимо. В городе, конечно, больше проблемы дворовых проездов, но такие главные улицы все без проблем не имеют. Вот стоит к нам Румлёвский мост, это извечная проблема. В этом году гродненским автомобилистам непросто. То перекрывается улица Большая Троицкая, то ремонтные работы на Тимирязево, то тут, то там на дорогах встречаются знаки, предупреждающие о ремонтных работах. Впрочем, стоит отдать должное водителям, они относятся к этому с пониманием, формируют свои маршруты с учётом мест, где идут ремонтные работы, и в целом стараются вести себя сдержанно и дисциплинированно. Ведь понимают, это делается для улучшения качества дорожного полотна на важных городских дорогах, что в конечном счёте сказывается положительно на их автомобилях. Однако городские власти предупреждают, лето будет жарким, и дело тут не в прогнозе погоды, ведь планы по ремонту дорожной сети не просто серьёзные, а скорее масштабные. В планах ремонт дороги от трассы М6 до Гродненской областной филармонии через проспект Янки-Купалы. Улица Тимирязева уже полностью готова, для движения транспорта её окончательно открыли как раз в эту среду. Обновился проспект космонавтов, социалистическая, Ленина. Не только дорожное покрытие, отремонтированы и усовершенствованы тротуары, уложена тактильная плитка для незрячих пешеходов, укреплены подъезды к остановочным пунктам, установлены так называемые плавающие люки. Весной улица Большая Троицка была закрыта на ремонт. Одна из главных дорожных артерий города в течение нескольких месяцев была недоступна для проезда. Гродненские автомобилисты к неудобствам приспособились быстро и отнеслись с пониманием. Теперь проезд по этой улице стал гораздо комфортнее, пробок практически не случается. А на новое асфальтное покрытие специалисты дают 20-летнюю гарантию. Такое же преображение в ближайшее время ждет и улицу Кирова. 600 метров нового дорожного полотна, обновленных коммуникаций, усовершенствованной дорожной инфраструктуры уже к концу июля улица Кирова предстанет улучшенной и обновленной. Это одна из самых старых улиц города, между тем ремонта на ней не было очень давно. Дорожное полотно было в критическом состоянии. Нехорошую дорогу на участке от улицы Буденного до улицы Урицкого. Гродненские автомобилисты терпят последние дни. В настоящий момент перекрыта одна полоса движения. Проводятся работы по ремонту тротуара. Заменяется частично борт, заменяется частично плиточное покрытие. С 7-го числа будет закрыто полностью движение на данном участке. Работы будут производиться по фрезерованию верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, с последующей заменой инженерных коммуникаций и с последующей укладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Это лето обещает быть жарким для дорожников, поскольку объемы по ремонту городских дорог ими уже сейчас выполнены немалые, а еще предстоит колоссальная часть работ. Потерпеть придется и водителям, либо отказываться на время отличного транспорта, либо менять привычные маршруты и искать варианты объезда. Но в конечном счете ремонтные работы так или иначе будут завершены, а вот хорошие, качественные дороги останутся надолго. Илана Табудила, Алексей Сокута, Андрей Шаповалов. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова